Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Это внеплановый видеоролик, которого вообще по сути не должно было быть, но после той новости, которую я только что прочитал, которая у нас произошла в игре сегодня, буквально где-то минут 20 назад, я посчитал нужным включить эту запись и рассказать вообще всё, что я думаю по этому поводу, потому что это что-то вообще из ряда чересчур жёсткого, которого никогда у нас вообще в игре не было. В общем и целом, ближе к сути, повышенные фонды и опыт на всё лето, то есть до конца лета разработчики игры делают x2 фонды и x3 опыт. Во всех матчмейкинговых боях, я так понимаю, хотя здесь я так понял, что даже про это не написано. Мы решили эксперимент, включим x2 фонды, до конца лета мы рассчитываем. Но да, здесь по сути даже и не написано о том, где это происходит всё дело. Во всех матчмейкинговых боях или не во всех матчмейкинговых боях информации нету. Соответственно, я могу из этого извлечь то, что даже здесь есть уже помарка определённая. И я, когда увидел вот это всё обновление, я немножко был в шоке, честно, друзья. Я немножко был поражён от того, что я вообще увидел. Потому что такого безумия не было никогда. Да, да, вы скажете, чё, блин, тут типа хэй, чё-то, что будут x2 фонды до конца всего лета, ещё и x3 опыт. Это значит, насколько быстро вы можете всё прокачивать. Ну, друзья, поймите одно, что, ну, бесплатный сыр, как говорится, бывает только в мышеловке. Если происходят в игре такие обновления, значит, в игре уже огромнейшие проблемы. Прям огромнейшие проблемы. Это значит, что разобротчики игры хотят вернуть свою репутацию какую-то или ещё что-то. Но когда такое происходит, оно не происходит просто так. Они цепляются за онлайн, значит, цепляются ещё за что-то. Но это круто, да, это круто, да. Многие скажут, да, как же, как же классно, когда делают такие акции. Нас услышали. Но здесь явно есть какая-то шляпа полнейшая, да, и неспроста делаются такие акции. У меня первая мысль в голове, когда я увидел вот эту всю вещь, это то, что игре осталось совсем немного. Определённо совсем немного осталось этой игре. Это безумные вещи. x2 фонды, x3 получаемый опыт. То есть, это все игроки, которые в топ-100 рейтинги эффективности, которые борются за эту эффективность. Ярик, привет тебе передаю, да. Что они будут делать? Да ничего они не будут делать. Это всё, это минус всей эффективности. Они и так там не играют на этих аккаунтах. И там уже, не знаю, что пытаются выдумать, как получить эти фонды. Но вся эффективность сразу идёт вниз. x3 получаемый опыт, когда x2 фонды. То есть, вы будете получать меньше, чем x1, либо x1 с премкой фондов, именно кристаллов в боях. В плане коэффициентов это просто нереальнейший жёсткий провал. Но в плане точки зрения того, что я, например, сейчас, да, помните, я гнался за этой эффективностью. То, что у меня там было нереальнейшее большое желание лететь вперёд, всё бить, бить, набивать, нагибать. Но начались уже повышенные какие-то опыты, да. И я перестал всем этим делом заниматься. Теперь у нас вообще x3 делают опыт. Понятное дело, что я иду к своей цели, я получу быстрее свою сотую легенду. Но при этом, да, то есть, при такой нереальнейшей жёсткой халяве от разработчиков, я для себя понимаю, что... И ловлю себя на мысли, что здесь, ну, что-то нечистое определённо. Да, то есть, ну, не бывает таких халяв просто так, ребят. Это же надо понимать. Это значит, что у игры заработка уже вообще почти никакого нету, мне так кажется. Что там вообще всё печально, что они пытаются цепляться за онлайн. Да, онлайн сейчас у нас в середине дня 12 тысяч человек. И относительно последнего времени, наверное, это не такой плохой онлайн. И они пытаются его сохранить на протяжении всего лета. Вы помните, как в предыдущие года делали всякие дисконт-викенды. На выходные делали там повышенные x фонды и всё прочее, да. Но здесь делают на протяжении всех дней лета. То есть, до конца лета, а потом, возможно, они даже всё это дело ещё и продлят. Да, с какими трудностями сталкиваются игроки на средних званиях при таком раскладе? При таком раскладе сталкиваются с теми проблемами, что у них начинает улетать резко-жёстко звонка, кристаллов становится мало, вооружение остаётся на минимальном уровне, звание прокачивается нереально быстро. Соответственно, вы уже получая какого-то маршала, играете на М2 вооружении, либо, как вам удобно, там МК-5, МК-6 вооружение. Что вам придётся сделать? Да, это байт на донат, нереальнейший жёсткий. Просто нереальнейший жёсткий байт на донат. Потому что у вас не будет вооружения, и потом после этого, после таких вот обновлений, через время пойдут спецпредложения, на которые будут байтить прям нереально жёстко. Я уверен в этом, я уверен в этом, что именно к этому всё и идёт. Но вопрос один, и самый большой, почему нельзя сделать просто в про-битвах фонды и вернуть тот самый онлайн, который у них был, если вы уж так сильно хотите за него зацепиться, если вы так хотите забайтить игроков на то, чтобы они играли в вашу игру. Почему нельзя вернуться к старому, к любимейшим, интереснейшим про-битвам с повышенными фондами? Я не думаю, что это сложно. Я не думаю, что это нереально как-то. Да, окей, вы там сказали, что такого никогда не будет. Но сколько раз вы говорили, что, например, что падает в контейнерах, никогда такого не будет. Почему нельзя так же само переобуться и изменить свою точку зрения? Пересмотреть её, да, и написать, например, как вы писали о каком-то фейле было, да, с устройствами, то, что, ой, мы прислушались к вашему мнению. А почему вы не прислушиваетесь к мнению тогда, когда фонды убрали, ой, не фонды, я говорю, ну, повышенные фонды убрали в про-битвах. Почему весь переход произошёл в матчмейкинге, хотя было столько негодований, всем это не нравилось, и тогда никакому мнению никто вообще не хотел прислушиваться. Всем было вообще насрать на это всё дело. А здесь, значит, такие теперь поблажки, такие x2 фонды, x3. Получаемый опыт. Короче, друзья, думайте, что думаете, но меня эта тема выводит нереальнейшую жёстко на эмоции, и я буду искать эти подводные камни, ничего не бывает просто так. Если кто-то сейчас сидит и думает о том, что я несу полнейший бред, и тупо, типа, не радуюсь тому, что в игре у нас будут x2 фонды, x3 опыт на протяжении всего лета, то вы глубоко ошибаетесь. Это реально какая-то полнейшая шляпа, и я её целиком и полностью не буду поддерживать, да. Окей, я получу свои быстрые легенды, и на легендах я буду играть. Ну, то есть, все легенды, да, окей, вы будете чувствовать себя комфортно в игре, но вы понимаете, один факт, то, что сейчас у нас в игре соотношение званий, да, то есть легенд в игре где-то процентов 5, если не меньше. То есть, все остальные игроки, это там средние звания, там, выше среднего, но никак не легенды. И поэтому у меня сейчас в голове очень много вопросов. Прошу вас написать свою точку зрения вообще по этому поводу, что вы вообще думаете, да, вам, ну, не знаю, там, типа, прочитав эту новость, если вы прочитали её до этого видеоролика, что вы вообще думаете, да, как бы вы обрадовались там или не обрадовались, или у вас такие же какие-то сомнительные чувства по этому всему поводу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я считаю, что я абсолютно не перебарщиваю, и, как по мне, в этом, ну, нет ничего такого сверхкрутого и интересного. Я даже не знаю, радоваться или наоборот разочаровываться во всей этой теме, но меня просто переполняют эмоции. Я не знаю, что здесь можно было бы ещё добавить. Поэтому, друзья, если вам нравятся такие врывы разговорного формата, поддержите видеоролик лайком, не подписаны на канал, впервые посмотрите, подпишитесь на канал, будет мне вообще это всё дело приятно. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Но у меня на этом всё, друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok